здравствуйте дорогие друзья наша программа называется чай кофе каждый из вас может продолжить это устойчивое выражение как хочет ну а мы поговорим мы встречаемся с нашими гостями в ресторанном комплексе русская усадьба и сегодня глядя на этот стол наверное сразу не будем томить интригой кто у нас сегодня в гостях сегодня у нас в гостях директора углической художественной школы очкина людмила михайловна я очень рад людмила михайловна знаете почему я помню как я с вами разговаривал встречался наверное года два это было назад или полтора года назад я писал о нашей художки и общался с вами вы как-то очень быстро меня к себе расположили и спасибо без без каких-то вот видимых для этого усилий просто вы были как мне как мне казалось вы были именно органично так а какая есть на самом деле как у меня водили по этим кабинетам с каким блеском и глазах мне вы демонстрировали все эти поделки вот сегодня тоже очень рад вот матрешка до 11 лет ребенку и вот такую матрешку сделали я бы я просто вот именно когда смотришь на все это творчество такое по посыл такой энергетики а вот были что испытываете когда приходите утром ранним на работу и проходите по этим кабинетом где все это висит да только позитив только позитив только желание работать желание желание вот жить вот в этой красоте потому что красота вообще вот во всем в художественной школе красота присутствует во всем присутствует вот тех изделиях которые делают ребята люди там особенные работают отношения особенно дети особенные родители в общем там все особенно поэтому это очень здорово ну вот художе наш школ да это если говорить таким чиновничьим языком, это система дополнительного образования. Вы долгое время работали в системе основного образования в средней школе, и вы пришли в это уже дополнительное образование. Разница есть? Или в принципе и там есть педагог и ребенок, здесь есть педагог и ребенок. Разница какая-то есть? Есть, конечно. Может быть, в той атмосфере, которая есть, все-таки все равно перед педагогами общеобразовательной школы стоит немножко другая задача. Наполнить ребенка как можно большим количеством знаний, для того, чтобы потом он пошел дальше учиться по какой-то выбранной профессии, для того, чтобы он поступил, для того, чтобы он сдал это серьезное и взрослое ЕГЭ. Здесь все-таки дети приходят заниматься творчеством. Поэтому как-то все проще, как-то все мягче, как-то все более по-домашнему здесь происходит. Поэтому отличается, конечно, отличается. И вот такое вот слово дополнительное, не знаю, мне кажется, сейчас в последнее время вообще к этому больше и больше. Вот и все наши органы власти, и все, кто находится высоко-высоко, вот как-то больше к этому повернулись лицом, потому что новые как бы программы пытаются разрабатывать, связанные с дополнительным образованием, ввели систему предпрофессионального образования. То есть в принципе вот на данном этапе они выстраивают систему дополнительного образования так, что именно школ, художественные школы, музыкальные школы, ДШИ выстраивают так, что ребенок обязательно должен пройти вот этот вот этап художественной или музыкальной школы обучаться по предпрофессиональной программе, и только после этого будет среднее специальное заведение, высшее заведение, высшее учебное заведение, связанное вот именно с творчеством, с изобразительным или с декоративно-прикладным, неважно. Вот. Есть у нас, конечно, это не значит, что вот все дети, которые к нам придут, они обязательно поступят, будут они обязательно вот художниками, всеми мастерами, да, это нет. У нас есть общеразвивающая программа, то есть вот дан такой коридор вот в этом образовании связанный с общеразвивающими программами. Я просто хочу рисовать, я вот просто хочу вот это сделать. И эти программы, они покороче, они на 3-4 года рассчитаны. Например, профессионально, у нас все-таки происходит отбор, конкурс происходит, да, конкурс большой достаточно. Вот, мы берем детей, как начиная с 7 лет, в 7 лет, я сейчас говорю об основной школе, 7 лет и 10 лет. Вот как бы два такие захода в художественную школу бывают, и вот на этих этапах мы как раз проводим вот этот вступительный экзамен. в возрасте 7 лет и в возрасте 10 лет. То есть, одни уходят на 8-летнюю образовательную программу предпрофессиональную, другие уходят на 5-летнюю, те, кто пришел в 10 лет, уходят на 5-летнюю. Документ, который мы даем по окончании художественной школы, он играет определенную роль при поступлении в вузы и в СУЗы художественного профиля. Бытует такое мнение, и оно довольно распространено, что, ну, разве это профессия, ну, вот художник, разве это профессия, ну, что это за профессия такая? Вот вы какого мнения придерживаете? Ну, я думала, что, во-первых, я бы с вами не согласилась по поводу того, что бытует такое мнение, но это мнение, мне кажется, все-таки каких-то просто отдельных людей, может быть, далеких, как бы, от всего этого, вот, но это серьезная, это хорошая профессия в жизни, это, даже если он не станет профессиональным художником, если даже он не, вот, профессиональным мастером не станет, все равно, вот, делать что-то для себя, вот, 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 вот элементарный пример, да, вот, я вот принесла сюда куклы, как бы, кукла одна в национальном русском костюме, вторая кукла, ну, такая современная, тильда, они сейчас вот называются, тильды, значит, вот я когда прихожу на урок, вообще, вот этот предмет называется текстильный калаш, но они делают не только калаши, вот, у них как одна из частей программы, это вот, допустим, куклы, и вот эти девчонки садятся за швейной машинке, и так это все круто выкручивают, и так это вот все круто выкладывают со вкусом, понимая цвет, понимая, вот, как это нужно сложить, понимая, как ее потом может, мне скажется, вот это настолько, даже для тех же девочек, или мальчишки, которые из пластилина, у нас есть такой предмет, как скульптура, есть на будущее, как бы, мысли о том, чтобы сделать резьбу по дереву, именно, вот, для мальчишек, вот, он что-то вот из этого делает, и когда видишь, что вот это получается, вот это так здорово, глаза горят у ребенка, он совсем по-другому себя чувствует, потому что бывает так, что даже не очень успешный в той школе ребенок, у нас он какой-то вот успешный получается, ну, не всегда, но достаточно часто, то есть, не найдя себя, может, в физике, в химии, в каком-то ином предмете общеобразовательной школы, вот, будущее, он свяжет с этим, и я не понимаю, как тут можно говорить какой-то несерьезности, еще о чем-то, это такие навыки, это руки, это, ну, это очень здорово, это на всю жизнь будет. А вы смотрите, бывают такие ситуации, да, когда вот, условно говоря, ребенок ходит к вам в художественную школу, у него все получается, он видит, вы видите, он этим горит, и вдруг он к вам приходит и говорит, ну, сейчас вот серьезно, там, готовимся к ЕГЭ, очень много задают, и, к сожалению, нет времени, не буду ходить в художественную школу. Вот здесь находите какие-то аргументы, как-то пытаетесь связаться с родителями, какой-то компромисс найти, или, в принципе, опускайте руки, говорите, ну, раз так ты решил, то учись. Нет, руки-то опускать нам вообще не свойственно, поэтому это, конечно, нет, конечно, объясняем, всегда объясняем, говорим, что ты пойми, что вот, может, здесь вот главное, это то, что, посмотри, ты тут занял место, и тут хорошо себя проявил, и на выставке твоей работы все заметили, может, тебе надо в этом развиваться, но, к сожалению, реальности, они немножко другие, вот, в жизни, и поэтому бывает такое, что уходят, это большая очень проблема, большая проблема в том плане, что в общеобразовательной школе сейчас вот введением этих дополнительных часов, которые после уроков, нагрузки огромные, особенно вот, когда еще физика, математический лицей, то есть там дети бывают очень долго в тех школах, очень долго, у нас мягкое расписание, ну, в том плане, что мы не строим систему так, что вот, если ты на 15 минут опоздал, то ты останешься за дверью, этого нет, это разрешается, это не приветствуется, но это как бы разрешается, потому что мы понимаем, что вот до двух часов от работы в той школе, где-то еще ребенок должен покушать, вот какие-то элементарные вещи должны произойти, да, и, конечно, времени-то у них мало и не хватает, и если мы вот полную вот эту программу выдаем, это получается, они 4 раза в неделю к нам ходят на 3 часа как минимум, то есть это только пожалеть ребенка, но ведь от сева-то практически мало очень происходит, вот эта вот система там репетиторства, вот этой очень большой загрузки в школе, она, конечно, ну, мешает она нам, мешает, конечно, и поздно ребята очень бывают, заканчивают в 8 часов вечера, то есть это еще и добираться надо как-то, еще и уроки какие-то надо вообще-то поучить бы, вот, то есть это все как-то вот серьезно. Личное противостояние обыта и творчества. Да, да, мы как-то пытаемся со школами-то в этом плане вообще образовательными работать, то есть вроде как найдено понимание, что если ребенок ходит в художественную школу, то его как-то от внеурочки там пытаются, помогают, чтобы он, ну, по минимуму, вот эту внеурочную деятельность с ним не вела. То есть какие-то компромиссы находятся, да? Да, находятся компромиссы, находятся. Ну, конечно, если вот бывает, что подходит 10-11 класс, конечно, когда загружают репетиторами, бывают такие моменты, что приходят и говорят, не могу, вот просто не могу, физически не могу, хочу, но не могу. Проходит, допустим, 9 класс, экзамены сдал, глядишь, идёт в сентябре. Я так еле дотерпела, когда я же, я там 9-й-то закончу, 10-й приду, наверное, вот хоть 10-й я ещё к вам похожу, там 11-м не знаю, но в 10-й я вам ещё похожу в 10-м классе. То есть это нам, нам, конечно, это очень приятно. Ну, такие, наверное, моменты, как бальзам посержит. Конечно, конечно. То есть это действительно тяга такая. А потом вот основную школу, они заканчивают, у нас, когда основную школу, значит, когда получают документ, у нас есть ещё работа, мы работаем ещё под так называемой программой черчения. Черчение же сейчас отменили в общеобразовательных школах, его вообще не преподают, и дети, которые склонны, например, пойти в архитектурные какие-то вузы, они к нам приходят в так называемую программу черчения, мы её так называем. И мы даём им возможность в этой программе черчения, то есть рисунок получить, черчение получить обязательно, потому что это главные предметы при поступлении в архитектурные вузы. А дальше они просто говорят, я бы ещё на живопись бы походил. И для души. Да, и для души. Ну, давай, походим. То есть как-то очень многие дети, вот закончив школу, не перестают к нам ходить. Вот это тоже бальзам на душу, потому что, значит, мы не зря, значит, мы, значит, это здорово, значит, мы, наверное, умеем что-то делать, раз к нам опять возвращаются, опять хотят с нами быть, и приятно это очень. Людмихан, а вот как быть взрослым? Вот если взрослый человек, вдруг, ну, не знаю, обстоятельства так сложились, появилось много свободного времени и захотел как-то приобщиться вот к этому, ко всему, есть такая возможность через художественную школу это сделать? Была, была, скажем так, сейчас у нас просто, мы физически просто, у нас нет возможности. Не один год мы набирали такую группу, интересно, то есть они, там идём от запроса, хотят рисовать, рисуем, хотят расписывать, расписываем, ну, хотят пошить, значит, пошьём. То есть, там понятно всё, там взрослые люди, поэтому там мы никаких таких серьёзных глобальных задач не решаем, программ таких больших, каких-то глобальных не выставляем перед ними, понимаем, что люди пришли просто для души. Как ходит, да? Да, да. То есть, это какое-то перспективное для вас направление? Перспективное. Случа, если появится возможность? Если появится возможность, если появятся площади дополнительные, вот, тогда мы возобновим. Людмила Халмутовна, вот смотрите, вопрос, знаете, связанный с оценкой вообще творчества. Вы, как человек, который не является художником, да, но в то же время, как руководитель художественной школы, сможете, да, ответить на этот вопрос нетенденционно, да? Вот смотрите, есть чёрный квадрат Малевича, да? Есть рисунок, там, условного, там, десятилетнего, там, мальчика Пети Иванова. Пети Иванова за рисунок ставят три в школе, или четыре. Вот вам не кажется, что вообще в оценке творчества очень велика вот эта вот составляющая субъективности? Вот вы приезжаете на какую-то, на какую-то выставку, на какой-то конкурс, там, в Ярославль, в Ростов, куда угодно, привозите какую-то историю, какую-то поделку, ходят там жюри, авторитетные, иногда не очень авторитетные, и выставляют там какие-то оценки, баллы, да? И вот видно, что работа достойная, хорошая, и вы чувствуете, как педагог, сколько ребенок вложил именно... Чувствуем. Любая же работа, она же цена даже не столько своим художественным, да, моментом, сколько вот, когда ты чувствуешь, что вложил туда человек душу, или это просто, как вот на автомате, нарисовал, написал, как вот... Серийно. Да, 150 китайцев, там, расписывающие яйца в Фаберже. Вот такая история, да? И вы чувствуете, что ребенок-то вложил туда душу, а вот не оценили его, сказали, что, ну вот, работа не достойна первого места, и ребенок-то расстроен. Вот как его... Какие слова найти ему и сказать, что, ну, не переживай, но так бывает. Ну, такие слова и найти, не переживай, и так бывает, потому что, однозначно, существуют разные школы, во-первых. То есть, допустим, вот в этом году мы сумели организовать поездку в Санкт-Петербург, ребят, на пленэр, потому что мы как-то привыкли, вот варимся здесь, варимся. Ну, и шутка была, да? Там же такие виды. Конечно, очень помогают. Вот местные художники придут, там проведут мастер-классы, помогут в оценке, там где-то что-то подскажут. Очень здорово это все. Вот. Но мы видим все. Ярославское художественное училище, мы очень с ними дружим, уже, наверное, лет шесть дружим, они нам всегда помогают, всегда приезжают, всегда, ну, любая помощь, которая требуется, всегда существима. Вот. А тут вообще по-другому все. Вот они приехали из Санкт-Петербурга, ездило их 19 человек, значит, приехали, говорят, вот для Новыхаловна все мозги повернулись по-другому, краски кладут по-другому, подход к работе другой, мысли по-другому оборачивают. И это так здорово, что вот этот другой опыт как бы взят, принят, будет ли он использован полностью, или какие-то, может, ну, штрихи из этого опыта будут использовать. Потому что там питерские художники проводили мастер-классы, кто его знает, это еще будущее покажет, то есть год учебный только начался, будет видно, как оно будет все происходить. Вот. Но вот это вот познание другой школы, оно очень-очень и очень здорово обогащает. Обогащает. А вот возвращаясь к оценке, я не знаю, мне кажется, она может и важна, конечно, потому что любой ребенок, как бы, и любой вообще человек, даже взрослый человек, понятно, когда он оценен, он оценен, а когда как-то так, на задворках, как-то вот не больно хочется, когда человек старается что-то делать. любое доброе слово, это хорошо. Вот. Но мы как-то все равно вот нацеливаем их, что творчество, это ради творчества. Я думаю, таких вот, каких-то, ну, таких больших стрессов от того, что что-то не получилось, и мы не привезли какой-то диплом, мне кажется, тут в художке никто не испытывает, потому что, ну, вот этот настрой есть. Настрой на работу просто. Педагоги, которые работают с детьми, да, они, наверное, испытывают чувство удовлетворения, ну, когда они видят, что они вложили что-то ребенку, да, и ребенок это как-то переосмыслил, добавил что-то от себя, и получилась там стоящая история, там, стоящая вещь, да, он посмотрел, думает, ну, ну, значит, все не зря. А вот директор художественной школы, он от чего испытывает удовлетворение? Ой, я вообще от того процесса, который там происходит, от того, что там какое-то все время движение, от того, что там приходит, вот тот же педагог, приходит, раз урок закончился, приходит, говорит, ну, Милл Ханна, посмотрите, что он выдал, как это здорово, как это замечательно, посмотрите, я говорю, да, да, это здорово, вы молодцы. Ну, и потом та особая обстановка творческая, которая там присутствует, она как-то, ну, она вообще всегда позитивная обстановка, мы никого практически не ругаем, то есть мы как-то пытаемся просто направить, у нас практически не ставят тройки, это очень редкие такие случаи, когда, ну, совсем заленился, это называется, вот, и про вот эту вот оценку, вот, видишь, не зря шел разговор в общеобразовательной школе, не знаю, правда, сейчас, чем он завершился, что за такие предметы, как музыка и изобразительное искусство не надо ставить оценки, потому что, ну, потому что это не каждому дано, потому что это нормально, потому что тренинг вроде как нехорошо, потому что ребенок старается, но Бог не дал умение рисовать или Бог не дал умение петь, что же ребенок-то будет в стройке. А еще большой вопрос о суде и кто? Так вот именно, да, конечно, конечно. Не каждый педагог по пению умеет петь, но осынивать умеет. Вот, не знаю, я так вот, мне вообще, я считаю, что очень здорово повезло, тем более, уже туда, в художественную школу пригласили меня работать директором, я уже была в таком достаточно зрелом возрасте, вот, и боялась, откровенно скажу, как бы этого шага, потому что вот я не знала вообще вот эту сферу, вот, и думала, что мне будет, наверное, очень сложно в этом понимать во всем, вот, сравнить, допустим, эту работу, и рядом стоит столько же, вот, столько же, вот этих вот расписанных криночек, их там 50, и выбрать что-то лучшее, но это и не моя задача, в принципе, в художественной школе, у нас есть свой художественный совет, есть педагоги, которые могут это оценивать, поэтому я им полностью доверяю, и, как бы, все происходит хорошо, все нормально, складывается, вообще, я так по жизни, это счастливый человек, как состоявшийся, мне кажется, человек. А ведь не каждый может об этом сказать, это ведь такая, такая оценка очень серьезная в плане там понимания собственного счастья, потому что очень многие, даже счастливые люди, да, они не могут вот так вот взять и сказать, что я счастливый человек, потому что это очень такая высокая и важная оценка, а вы действительно счастливый человек. Да. А почему нет? У меня есть любимая работа, на которую я хочу ходить, причем она была у меня всю жизнь мою, то есть, как бы, и когда я работала в школе в общеобразовательной, я хотела каждый день ходить на работу, и здесь это все вот так же происходит, тут нет такого ощущения, что вот, господи, с утра встал, думаешь, господи, никуда бы не ходить, вот, лучше бы вот, как бы остаться дома. Наверное, когда придет, тогда надо уходить, когда придет это ощущение, что все, больше не хочу, значит, надо уходить, надо себе честно об этом сказать, что все, значит, человек устал, просто устал, остался, может, таким же. То есть, слагаемые вашего счастья, это ваша работа? Работа, семья, конечно, дети, конечно, дети окружающие, выпускники, это, мне кажется, вот не может быть, ну, а только с одной стороны, допустим, только работа и туда, или только семья и туда, а тут как, вот почему, наверное, и счастье, что как-то сошлось все так, и везде хочется быть, хочется быть в семье, хочется быть на работе, вот как-то везде хочется быть, хочется быть на даче, ну, вот то, что есть, то, что окружает, хочется быть с людьми как-то, это, наверное, вот, а что еще-то счастье? Людмила Михайловна, ну, с вами можно говорить бесконечно, и это, наверное, подтвердят и телезрители, да, потому что, вот, есть именно вот этот вот дух, да, расположения к себе, и все-таки, да, необходимо завершать нашу программу, потому что хронометраж не бесконечен, но вопрос один не могу не задать, потому что он беспокоит очень многих в городе, потому что художественная школа для многих, она стала и альма-матор, и той школой, которая приносит какие-то позитивные, положительные эмоции, вот со всеми событиями, да, по восстановлению монастыря, что будет с школой, какие перспективы, то есть, куда вы двигаетесь, ну, чего ждать угличанам, то есть, есть будущее у школы, либо нет будущего у школы? Ну, мне кажется, у такой красоты не может быть, быть так, чтобы не было будущего, то есть, конечно, есть, конечно, безусловно, и, ну, так сложилось, что оказались мы на территории монастыря, так сложилось, что есть федеральный закон, который обязывает отдать то, что принадлежит монастырю, вот, может быть, знаете, что не делается, может даже все к лучшему, потому что вроде как, вот чисто внешне, кажется, что школа такая огромная, вроде два этажа, там, наверное, много кабинетов, а кабинетов-то всего шесть, перспектива сейчас какая, нам передано здание, Никонова-21, это бывший приборостроительный институт наш, там, где сейчас, МФЦ, да, то есть, другая половина, нам передано полтора этажа этого здания, то есть, весь этаж, второй наш и половина первого этажа. А по помещениям больше, да, получается? По помещениям, по площадям больше, то есть, 421 квадратный метр у нас здесь, там 900 с лишним, то есть, в два раза практически, вот, поэтому мы надеемся, что там просто можно будет больше развиваться, больше туда вкладывать, больше ребят к нам взять, учиться, потому что конкурс, к сожалению, отсев дает, вот, и я не считаю, что это плохо, что мы переезжаем, что мы будем переезжать. А сейчас перспектива ремонта, да, этого здания? Перспектива ремонта, да, то есть, надо вот как-то... И после ремонта вы сложите объекты? нам очень сейчас глава помогает, вот, то есть, найдены средства для того, чтобы хотя бы частично, пока частично, понятно, что сейчас общая, да, ситуация в стране, может, не позволяет иметь много бюджетных средств, вот, но, в общем-то, делается все возможно для того, чтобы вот это здание стало не хуже, чтобы оно стало красивым, чтобы, приятным, эстетичным, чтобы туда опять ребята приходили с удовольствием, и чтобы вот можно было продолжать художественное образование. Разговоры о закрытии художественной школы не велось никогда, никогда. То есть, мы уникальны в этом смысле слова, если в Ярославле несколько художественных школ, плюс еще детские школы искусств, то музыкальная школа и художественная школа, они единичные в городе Угличе. А куда же дети-то пойдут, как не к нам, конечно, поэтому нет-нет, об этом речи не идет. Если как бы вот планируется то, что к первому сентября 2018 года мы туда переедем. Ну, а там мы уже, да, это планы только, да, как там получается, получится на самом деле неизвестно. Людмила Михайловна, спасибо вам. И традиционно в конце нашей программы мы переходим к вопросам в формате БЛИЦ. Это короткий вопрос и желательно короткий ответ. Вот из всех, да, сфер искусства, вам что ближе, живопись или ДПИ? ДПИ. Я просто знал ответ на этот вопрос. Да, и поэтому. И вы все-таки преподавали, ну, вот долгое время, да, преподавали литературу, русский язык. Вот дайте совет нашим телезрителям, вот ваш самый любимый русский классик. Писатель, имеется в виду. Я очень люблю Толстого и Достоевского. То есть их перечитаю. Вот смотрите, представьте себе такую ситуацию, что отмотаем вашу жизнь назад, да, и вам объявили, что вам ни за что нельзя становиться педагогом. Кем вы стали тогда, если бы не педагогом? Не знаю. Однозначно не знаю, потому что я даже другой вообще никогда в своей жизни не рассматривала. Ваше любимое время года? Лето, потому что это дача. Наша программа называется «Чай-кофе». Вот чай все-таки или кофе? Чай. А есть какой-то секрет своего самого лучшего чая? Нет. Людмила Михайловна, спасибо вам огромное. Я хочу пожелать вам, в вашем лице, всем вашим педагогам, всем вашим детям, чтобы они дерзали, потому что творчество, оно как раз-таки требует такого падения, потом снова подниматься, потом снова упасть, потом, да, снова взбираться наверх. Я вот смотрю на эти картины, на эти дома, которые расписаны художником Гуркиным, они вот у библиотеки детской, там держится, да, это все, а вот на Никонова, там уже обсыпается фасад дома, да, и оно постепенно так уходит, и постепенно теряется. Я думаю, это же вот сколько нужно именно внутренних сил, да, когда ты расписываешь это все, и потом вот смотреть за тем, как это все уходит, и найти для себя силы, чтобы снова взяться и снова расписать. Это вообще круто, это очень сильно. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы вы вот этого оптимизма жизненного не теряли, чтобы все у вас получилось с переездом, чтобы еще было больше групп, чтобы взрослые ходили, ну и чтобы наша художественная школа, наша художка была, как всегда, лидером и впереди планеты всей. Спасибо огромное. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»